В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Есть проблемы? Затанцуйте их до смерти. Избавиться от скуки, одиночества и душевного расстройства помогут социальные танцы. Не угостил выпивкой. 81-летний пенсионер стал жертвой разбойного нападения. Под личиной благодетелей еще одна пенсионерка попалась на удочку мошенника. Как правило, в нашем сознании слово «социальный» связано с чем-то дешевым, предназначенным для малообеспеченных слоев общества. Социальный магазин, социальная парикмахерская и так далее. Но относительно недавно в обиход вошло выражение «социальные танцы». И вот тут все обстоит с точностью до наоборот. Это прекрасный шанс воспользоваться древней как мир мудростью. Есть проблемы? Затанцуйте их до смерти. Это прекрасный способ позаботиться о здоровье, досуге и, самое главное, душевном равновесии. После просмотра замечательного фильма с Дженнифер Лопес «Давайте потанцуем» так и хочется взять балетки и понестись в студию, отрабатывать многочисленные па с Ричардом Гиром. Но есть нюанс. Сам актер далеко, а похожего на него индивида, желающего немедленно заняться танцами, найти не так-то просто. Было. До того момента, пока в Рязани не появился клуб социальных парных танцев «Black and White». Это танец, который зародился не на наших просторах, а какие-то есть корни. Ангольские, как у Сембы, есть доминиканские, как у Бачата, есть кубинские, как у Сальсы. То есть это те танцы, которые начинаются с того, что люди, обычно темнокожие, приходили вечером после уборки сахарного тростника, им надо было чуть-чуть расслабиться. Сегодня реалии таковы. Все, кому не лень, бесцеремонно рассматривают наши странички в социальных сетях, ставят лайки, набиваются в друзья, толком и не понимая, для чего им это. Так вот, социальный танец выходит на уровень альтернативы. Это разговор без клавиатуры, что особенно актуально для людей постарше, которые едва справляются с вордовским набором. По последней неделе было порядка пяти-шести звонков от пенсионеров. Мы открыты для всех. То есть, пожалуйста, приходите, занимайтесь, смотрите, выбирайте тот танец, который вам по душе. Увлечение социальными танцами для всех начинается по-разному. Кто-то приходит со своими половинками, желая дать новый толчок отношениям. Другие просто не могут жить без движения или ищут новые способы самовыражения. Заметьте, полезные, законные и весьма приятные. Кто-то стремится спастись от одиночества и найти новых друзей или спутника жизни. Ведь по большому счету все проблемы либо от безделья, либо от одиночества. Но мало кто признается в этом даже себе самому. У большинства подсознательно точно, у одиноких людей найти свою половину, тем более танцующую, хорошо двигающуюся половину в своей жизни. Познакомиться, сделав лишнее, поможено. Обидеть, думаю, маловероятно. Есть некая культура танцев, культура приглашения на танец, окончания танцев. Все это есть. Сам Дмитрий Соколов никогда и не думал, что станет идейным вдохновителем клуба социальных танцев. Он серьезный, солидный человек, которому есть чем гордиться, кроме разученных движений. Я пришел в танцы достаточно поздно, два года назад. То есть меня, можно сказать, привела жена на первой мастер-классе пики-зомби, который проходил. Энергетика оказалась настолько сильной, что со временем Дмитрий вместе с женой и дочкой открыли свой клуб друзей по интересам. Пока немножко больше женщин. Но это перекос только для России. Все люди, которые у нас были в Европе на фестивале, приезжают там. Ситуация с точностью наоборот. То есть стоят очереди мальчиков, молодых человек в Португалии, в Испании, в Чехии, во Франции. Наше тело хранит в себе память всей жизни, тех ограничений, которые мы приобрели, и тех возможностей, которые мы можем использовать. Чаще всего это очень тихий язык, едва заметный наклон головы, редко осознаваемые движения пальцев, небольшие напряжения в плечах или бедрах, которые мы просто не замечаем. И напрасно, ведь именно этот язык позволяет общаться в любых уголках мира, независимо от расовой принадлежности, веры, интересов и прочего. За мир во всем мире, за дружбу между народами, поэтому мы дружим со многими представителями на вечеринках. Сейчас приходит много темнокожих. Это представители Анголы и Камеруна, представители Шри-Ланки и Индии. То есть много интернациональных ребят, но в основном, конечно, студентов наших вузов. Меня зовут Антон Лусиан. Люблю, когда меня зовут Лусиан. У меня 23 года. Я из Анголы. И тут живу в Рязани и учу в радиоакадемии. В своё время именно танец исследовали ученики Зигмунда Фрейда, Лоуэн и другие, разрабатывая гипотезу о том, что неврозы являются не только плодом психических нарушений, но и результатом дефицита физической подвижности. Определение психосоматическое расстройство, столь часто фигурирующее в амбулаторных картах, как раз и описывает неразделимость тела и души. Когда страдает одно, неотвратимо реагирует другое. Хочу сказать, что у нас здоровый образ жизни. У нас практически никто не курит. Выпивают редко, мало и чисто символически. Люди приходят совершенно разного уровня. Кто-то уже танцевал, до этого чем-то занимался. Кто-то совершенно с нуля. Разных возрастов приходят люди. Они у нас остаются, им нравятся. Здесь не имеет значения никакая профессиональная, танцевальная или любая другая подготовка. Причем чем серьезнее основная профессия, тем больше потребность выплеснуть накопившиеся сзади эмоции. В истории социальных танцев бывало и так, что человек появлялся на уроках с интервалом в 4-6 месяцев. Оказалось, моряк. В обычной жизни эти люди занимаются абсолютно разными профессиями. Начиная от силовых структур, заканчивая писанием картин и так далее. То есть абсолютно разные. Много студентов. Меня социальные танцы привлекают тем, что это отличный способ провести вечер в пятницу или в субботу. Очень интересно, качественно, с новыми впечатлениями и зарядиться энергией. О том, как звучит язык тела, Николай и Юлия знают не понаслышке. Именно с нехитрых движений когда-то началась их лавстори. Пару месяцев назад молодые люди обменялись кольцами. Но выходить на танцпол не перестали. Тем более, что в социальных танцах очень заманчивое времяпрепровождение вне зала. Клубы, вечеринки, какие-то выезды и фестивали. Танцы – всего лишь повод. На фестивали приезжают люди со всех стран. Начиная от Анголы, Португалии, Франции, России. И с Европы очень много народу к нам в Россию приезжает. Бачата, семба, кизумба, сальса звучит как название дорогих коктейлей. Отчасти так оно и есть. И найти правильную пропорцию помогают действительно профессионалы. Я бы даже сказала пионеры этих движений в Рязани. Конечно, я всегда говорю, что танцы – это душа. Всегда объединяет. Так что программируйте себя на удачу с помощью нехитрых, доступных танцев. И помните, лучше мелкими шагами, но далеко, чем большими в никуда. Ну а теперь о главных криминальных событиях минувшей недели. Сидя у телевизора, легко рассуждать о глупости и безрассудстве пострадавших. Но представьте ситуацию, что вы стали невольным свидетелем, например, попытки мошенничества или разбоя. Какие действия вы предпримете? Ответ на этот вопрос не так уж очевиден. Каждый живет по принципу «главное – не со мной». Вот доказательства. Молодые питерские пранкеры с риском для здоровья провели и выложили на Ютубе социальный эксперимент, имитирующий нападение преступников на пенсионеров. Таким, надо сказать, рискованным способом авторы решили проверить, станут ли прохожие из числа молодых мужчин защищать пенсионерку в случае, очевидно, грозящей ей опасности. Место для проведения эксперимента выбрали не случайное. Ранее именно в этом подъезде уже случались нападения на стариков. Некоторые случаи получили большой общественный резонанс. На роль пострадавшей молодые люди пригласили актрису пенсионного возраста. Роль бабушке досталась нехитрая – стоя погромче кричи, что грабят и убивают. Но проходящая мимо молодежь в лучшем случае ускоряла шаг, а большинство вели себя так, будто ровным счетом ничего не происходит. Первая помощь пришла только с четвертой попытки. То есть настоящие преступники смело могли открыть в этом подъезде точку по отжиму денег, никто бы и слова не сказал. Только ребята спортивного телосложения бесстрашно поставили нападавших на место. Но что характерно, задумку пранкеров разнесли в пух и прах десятки людей, которые оставили свои нелестные комментарии под роликом. Причем есть и весомые аргументы. Например, что будет, если какой-нибудь защитник стариков окажется боксером или обладателем травматического оружия? И гораздо меньше людей осуждают откровенных трусов. Мы подняли эту тему в основном потому, что эта неделя как раз выдалась богатой на преступления против пенсионеров. Врачи Клепиковской центральной районной больницы вынуждены были пригласить полицейских к одному из своих пациентов. 81-летний дедушка, проживающий в рабочем поселке Тума, поступил в больницу с переломами и многочисленными ушибами. Травмы явно носили криминальный характер. Оказалось, пенсионер стал жертвой разбойного нападения. Своего обидчика пострадавший ранее видел всего однажды, но кто он и как его зовут не знал. Впрочем, знакомиться 37-летний хулиган и не спешил. В тот вечер у него была другая забота. Выпить не дал, палкой его избил. Вот, зашел в сыну его. Сыну его с его вцепилися. Судимый? Судимый. А, по каким статьям? 119-161-й. Нашел там, это клюшка была, толстая такая. Иду мне пить. Он по голове бил. Я рукой это все. Я рукой это несколько раз. Стукнул. Нападавшего не смутило, что дедушка вдвое старше его, а сын пенсионера является инвалидом второй группы. Оперативники уголовного розыска немедленно выехали на место преступления и провели подворовый обход. Параллельно были взяты под контроль все направления выезда из поселка. От местных жителей удалось узнать, что следы, скорее всего, приведут во Владимирскую область. Туда злоумышленник и пытался уехать на электричке. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Еще древние говорили, бойтесь донайцев, дары приносящих. Ничего в этой жизни не бывает даром и никаких исключений не бывает. Недавно к рязанской старушке наведился КМВ «Ижор». Пришлось написать заявление в полицию о мошенничестве и краже. Из квартиры пропали сбережения в размере 30 тысяч рублей. Бабушка не знала, что есть такая профессия – ходить по домам и так расписывать товар, чтобы человек его обязательно купил. 83-летняя старушка и сама не понимает, каким образом потеряла бдительность. В ходе беседы с пострадавшей выяснилось, что накануне к старушке заходил КМВ «Ижор», предлагавший универсальный лечебный прибор. Пожилая женщина случайно показала ему место, где хранила сбережения. Действуют такие мошенники по одной и той же схеме. Начинается все с разговоров о несправедливом отношении к старикам. Например, они могут заявить, что пенсионный фонд якобы обязан каждому пенсионеру ежемесячно выдавать продуктовый набор и 300 рублей сверху. В конечном итоге пламенные речи сводятся к одному – все плохие, только они хорошие. Они пришли с помощью, а конкретно с неким чудо-прибором, который давление стабилизирует, сердце успокаивает и от диабета спасает. Тут же сообщается, что стоит он 6 тысяч рублей, но продается вдвое дешевле, якобы половину оплачивает государство. КМВ «Ижоры» не зря собирают вокруг себя пожилых. Они прекрасно знают, что если прибор купит хотя бы один пенсионер, обязательно найдутся еще двое-трое, кто последует его примеру. К слову, пострадавшая бабушка тоже ранее покупала один из чудо-приборов, отдала за него 11 тысяч рублей. Для пенсионерки немалая сумма. А в этот раз польстилась на столичную новинку, которая, согласно легенде, чудесным образом заряжала воду. Я поднялся, то есть я знал, как ее зовут, данную потерпевшую. Произвел рекламу аппарата бытового. Впоследствии она попросила, как действует, работает, рассказать. Я попросил воды, потому что тому требовалась вода. Пока женщина ходила за водой, обратил внимание на то, что под комодом стоит чуманом, он крыт, и там виднеются купюры. Вода в этой истории действительно заряжена. Это лучший реквизит для отвлечения внимания. Пока человек идет на кухню, преступник орудит в его кошельке. К счастью, бабушка запомнила мошенника. По ее описанию, сотрудники полиции задержали 30-летнего рязанца, который уже был судим за аналогичную кражу. Запомните, если социальный работник, контролеры службы газа, слесари, электрики и представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к вам без вызова, это повод насторожиться. Потому что ни один представитель сферы обслуживания не использует личные визиты для ознакомления жителей с информацией. Не стесняйтесь проверять документы незваных визитеров. От этого зависит ваша безопасность и сохранность вашего имущества. Вот и все, о чем мы успели рассказать сегодня. А я напоминаю, что телекомпания «Город» совместно с фондом «Подари жизнь» помогает собрать необходимую сумму для лечения 20-летней рязанки Олеси Мачулы. Все, что нужно, это отправить смс на короткий номер 6162 со словом «Олесия» и указанной суммой. Например, 500 Олесия. Ее историю вы найдете на нашем сайте город62.tv Программа «Вызов» принята от 15 октября. А я желаю удачи и прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова